Это касается всех, тем более, что, наверное, каждый из нас понимает, что не них, я не рискну назвать какой-то процент, но есть те люди, которыми мы посадим в Золотой дворец, он все равно сбежит и будет заниматься тем, чем он занимается. Но это не значит, что мы должны от этой работы не заниматься. Следующий вопрос. Информация о битоке проведения Министерства Беллс Международного дня пожилого человека. В связи с проведением 1 февраля 2009 года в Министерстве Беллс Международного дня пожилого человека было создано распоряжение примара и утвержден план мероприятий по его проведению. В соответствии с данными мероприятий в адрес 35 экономических агентов направлены были письма с предложением принять участие в Международном дне пожилого человека и оказать в любой посильной для них форме ветеранов помощь ранее работающим их коллективам. По предварительным данным, которые поступили в наш адрес и мы выясняли по звонкам, была оказана в различных формах помощь 2141 ветерану на сумму 202 180 леев. Независимо от размера пенсии и полученной материальной помощи по 150 леев, таких было 31 человек. Лежачим пенсионерам 98 человек по 200 леев каждому. Итого, 175 человек получили материальную помощь из фонда на общую сумму 108 850 леев. Как материальная помощь выплачивалась через почтовое отделение связи по месту жительства пенсионеров. Ваши главные жители должны быть восстановлены. Чтобы дали мне информацию, как несколько колодец вы должны ликвидировать, как написано в мероприятии. Этот колодец, как раз Николай Йорга, по-моему, 40, если память не изменяет, должен быть восстановлен. Он до сегодняшнего дня не восстановлен. Это то, что я нашел. А сколько таких, которых я не знаю. Я это веду к тому, Виктор Александрович, чтобы информация, касаясь того, что было первоначально, информация, которую вы даете о предпринимаемых мерах по срокам восстановления, по качеству восстановления, она должна быть не для кладочек. Мне формальности очень не нужны. Если я понимаю, что у вас не один десяток, а не даже сотни этих колодцев, тогда вот тот график, который вы мне представили, он должен как бы выполнять. Пока, к сожалению, единичный случай. В большинстве своем действительно предприняты мер. И восстановлены гидранты, и много восстановленных колодцев, и те же разрыты, так сказать, меньше стало. Но, тем не менее, есть отдельные случаи, когда есть повод сделать вам замечание. Делайте выбор. Пожалуйста, что вы хотите. По Садовянам был правил, вчера и вы сделали, и сегодня дали заявку по ССУ полностью в улице 31 августа до Чигускина. Когда вы меня приглашаете туда? Сегодня дали заявку по ССУ, по ССУ. Я все непонятный вопрос, когда вы меня приглашаете туда? То, что вы сделали заявку, потом еще будут искать деньги для шведения, потом механизмы. То есть, когда? По простой победы 78 августа. Действительно, объем работы требует ни одного дня такого, связанного с отключением всего подведовительных работ. Я думаю, что только до конца недели там... Нет, сколько требует этого работы? Сначала, с момента обнаружения порыва и до завершения работы. С учетом диаметра, отключений, промывки и так далее. Сколько? Несколько дней, дней, а три. Нет, три дня. А там полторы недели это стоит. Если бы вы мне попрокалываете шины в машинах, чтобы я не ездил, тогда вы можете рассказывать это. А так, к счастью, есть возможность раз в неделю ездить по городу и видеть вот эти все безобразия. Ну, надеюсь, что до прокала мне не дойдет. Все у вас? Да, в принципе, сейчас опять ведется работа по составлению графика на будущий год по всем этим безбитам работы. Что с началом капитального ремонта? Уже улеглись страсти власти? Так, перешли... Вы как-то там подоражите кого-нибудь, давайте подключайте. Нас, может быть, надо куда-то ехать. С переходами сейчас им уже и оттуда их выгнали, их уже в новое место опять выгоняют. Да, но договор-то подписан нами, есть условия договора, есть сроки. В конце концов, желательно, чтобы, да, скоро наступит период возврата уже кредита, а мы его еще даже не начали осваивать. Вернее, часть освоили, так сказать. Но это уже второй. Нужен эффект для того, чтобы возвращать эти деньги, вам нужно иметь источник. Как минимум, это сократить потери, которые сегодня могут быть достигнуты только путем замены линий. А мы в замене даже не... Ну, вот трубы лежат у вас на складе, а замены линии не приступили. Вот, может, там кто-то чешется. Значит, давайте в течение трех дней, до конца недели, вы выясните, вплоть до поездки туда, выяснить, что на каком этапе. Что там вообще замерло, или требуются какие-то там новые назначения, или что, чтобы мы могли обратиться в правительство или в Минфин по поводу решения вопроса этого кредита. Присаживайтесь, пожалуйста. Перед Борцом культуры, канализационные колоди, разбитый люк постоянно стоит. И вчера, только сейчас, какие-то двери... На аппаратном совещании надо. Он просто давно стоит, а постоянно каждый день бьются под ветром. Это он мне помог.